В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Поехали! В Видном торжественно открыли выезд из 6 микрорайона на трассу М4 Дон. Я вижу настроение всех сопричастных здесь сегодня. Это сложно недооценить и трудно переоценить. В муниципалитете развернуты мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Коулся и пошел. 19 медиков в Москве, в том числе главный врач ВРКБ Бутай Бутаев, получили государственные награды. Искренне разделяю эту награду с моими сотрудниками. Я действительно благодарен судьбе, что жизнь меня связала с таким хорошим, высокопрофессиональным коллективом. Событие, которого жители Видного ждали долгие годы. Сегодня состоялось торжественное открытие выезда из 6 микрорайона. Первой на новую дорогу выехала колонна автотранспорта Дорсервиса. Более 55 тысяч жителей новых микрорайонов теперь имеют свой выезд на федеральную дорогу М4 Дон. Больше не придется стоять в многокилометровых пробках, которые этот поток создавал в центральной части города Видное. Это знаковое для нас событие. Вот сегодня техникостроители уже опробовали. Я вижу настроение всех сопричастных здесь сегодня. Я говорю, это сложно недооценить и трудно переоценить. Это очень важно. И Сергей Анатольевич Гаврилов, который, наверное, все-таки главный герой, потому что он жил на этом, он сегодня сказал, что сегодня счастливый день. Мы ввели проблемный дом, мы открыли выезд 6 микрорайона, поэтому я хочу всех поздравить с таким замечательным делом. Проект строительства выезда был реализован за счет внебюджетных средств. Все расходы взяли на себя два застройщика – Купеленко Девелопмент и Брусника, которые занимаются строительством многоквартирных домов в этой части города. Депутатский корпус очень активно участвовал и в проведении общественных обсуждений, когда дорогу только планировали. Соответственно, здесь я большое спасибо хочу сказать нашим местным жителям, которые здесь живут. Они очень активно подходили к такому общественному контролю строительства, что называется, держали в тонусе неустанно и депутатский корпус, и администрацию, за что им действительно большое спасибо. И спасибо, конечно, строителям. Пока движение будет осуществляться только через улицу Донбасская. Выехать на МКАТ или в Москву можно проехать мимо станции Расторгуева, а затем по Старо-Нагорной. Но в ближайшем будущем планируется открытие второй очереди строительства автодороги, которая позволит выезжать из города непосредственно на М4 в сторону столицы. Расширенный репортаж с открытия дороги смотрите на нашем телеканале в понедельник, в вечернем выпуске новостей. В муниципалитете продолжается вакцинация от COVID-19. Сделать прививку от коронавируса можно как в поликлиниках и амбулаториях, так и в мобильных прививочных пунктах. В одном из последних побывала наша съемочная группа. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Для удобства жителей мобильный прививочный пункт открылся в торговом центре Вегас на первом этаже, рядом со входом номер 4. О возможности пройти вакцинацию каждые три часа объявляют по громкой связи. На каждом входе вскоре будут установлены информационные баннеры. Привиться может любой гражданин Российской Федерации, и даже не только Российской Федерации, главное иметь вид, чтобы именуще вид на жительство, и паспорт Российской Федерации. Нам не важно, где он прописывал, где он проживает, или Рязани, или Тула, или Москва. Главное, чтобы он пришел и привился, и защитил себя от коронавирусной инфекции. Пока прививочный пункт открыт по пятницам и субботам с 9 до 19 часов, но в дальнейшем планируется перейти на ежедневный режим работы. Чтобы сделать прививку, достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и Полис. Мобильный пункт оборудован всем необходимым, в том числе передвижной морозильной камерой, бактерицидными лампами и дозаторами с антисептиками. Прививку можно сделать только после осмотра врача. Осматривается пациент, меряем давление, пульс измеряем, кислород, насыщаемость, осматриваем слизистые оболочки, расспрашиваем хронические заболевания, кислород, аллергические реакции. Если противопоказаний нет, желающий привиться проходит за ширму. На всю процедуру уходит в среднем 40 минут. Укололся и пошел. Пациент здесь, привившийся, получает сертификат, так называемый профилактический прививок, где указана дата вакцинации, серия, доза, какая сделана вакцина, и обязательно явка на вторую вакцинацию. И уже пациент знает, когда он может подойти. Второй этап вакцинации можно пройти как здесь же, в мобильном пункте, так и в медицинских учреждениях округа, взрослой поликлиники в Видном, южной поликлинике в поселке Дрожино, а также в Молоковской врачебной амбулатории. Вакцинация подлежат все граждане, в том числе, особенно с хроническими заболеваниями, имеющие сахарный диабет, бронхиальную астму, гипертонической болезни, потому что онкологические заболевания у этих пациентов, коронавирусная инфекция протекает гораздо тяжелее, с большими осложнениями и с большим поражением легких. В прививке не нуждаются те, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией и имеет большое количество антител. Известная певица и наша землячка Илона Броневицкая, перенесшая недавно ковид-19, намерена привиться, как только ее собственная защита после перенесенной болезни ослабнет. А пока решила помочь другим, став донором плазмы крови. Я сдала плазму, заодно сдала антитела. Ну, у меня там 240, и как бы я... Я руководствуюсь всегда здравым смыслом. То, что прививаться, когда у тебя нет антител, надо, это здравый смысл. Также здравый смысл, зачем прививаться, если есть антитела. Врачи рекомендуют в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, воздержаться от алкоголя и чрезмерных физических нагрузок. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно. В администрации городского округа Домодедово получили федеральные награды 19 медиков Московской области за борьбу с коронавирусной инфекцией. В списках награжденных главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Врачи Подмосковья получили различные награды. Почетное звание заслуженной врач Российской Федерации, орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Их вручила заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова. Вы каждый день вкладываете душевную теплоту. Как говорили классики медицины, лечить нужно не болезнь, а больного. И они были абсолютно правы. Вы ни словом, ни делом каждый день в своей рутинной работе это доказываете. Кавалером ордена Пирогова стал и главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Эта государственная награда, в числе прочего, вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, собреженных с риском для жизни. Путай Бутаев считает, что этот орден достойная оценка работы всего коллектива, видно в Скорайонной клинической больнице. Я искренне разделяю эту награду с моими сотрудниками. Я действительно благодарен судьбе, что жизнь меня связала с таким хорошим, высокопрофессиональным коллективом, ответственным. Желаю, естественно, всем крепкого здоровья, успеха во всем и сил. Буквально с первых дней пандемии на базе ВРКБ было открыто отделение для больных ковидом. При этом помощь оказывалась коронавирусным пациентам с травмами и такими серьезными недугами, как инсульт, инфаркт, онкология и многими другими опасными заболеваниями. На недавнем совещании губернатора Московской области Андрей Воробьев в связи с уменьшением количества больных ковид-19 объявил о начале сворачивания таких отделений. Но в Винновской больнице это пока не коснется. Мы по-прежнему остаемся ценными своей многопрофильностью. И поэтому здесь, наверное, сложно прогнозировать и сложно нам думать об этом. Будем перепрофилироваться в обратную сторону только тогда, когда действительно будут какие-то все признаки для этого дела. Также среди тех, кто получил высокие награды, сотрудники Домодедовской Центральной городской больницы и Московской областной станции скорой медицинской помощи. Наша съемочная группа в очередной раз стала свидетелем того, как собственник здания Дома культуры в поселке Совхоза имени Ленина в лице Павла Грудинина саботирует работу учреждения. О том, какова сейчас ситуация вокруг ДК, расскажет Дмитрий Книга. В конце прошлого года завершился срок аренды помещения Центра культуры поселка между ЗАО «Совхоз имени Ленина» и администрацией муниципалитета. Власти планировали продлить договор, как они это делали ежегодно. Но по волевому решению Павла Грудинина все бесплатные детские кружки и секции фактически оказались на улице. Сейчас в здании выставлена охрана, а блокирует проход в помещение лично Анастасия Кудряшова, директор местного оздоровительного центра, направленная сюда руководством ЗАО. У вас полномочия есть, мне показывающие? Я показываю. А у вас какие полномочия? Слушайте, я управляющая организация этим домом культуры. Судебное решение имеет высшую юридическую силу. Видновский городской суд рассмотрел обращение сотрудников пострадавшего учреждения и признал превышение полномочий владельцам здания Павлом Грудининым. Своим решением суд обязал его обеспечить свободный доступ в помещение и не мешать образовательному процессу. 9 декабря 2020 года по указанию директора ЗАО Савхоза Миленина Павла Николаевича Грудинина в этом здании было отключено электричество. Соответственно, сорваны занятия всех кружков в течение более месяцев и прекращена работа пожарной сигнализации. Поскольку кружки необходимо проводить, мы пригласили соответствующих специалистов, которые нам должны восстановить работу противопожарной системы в автономном режиме. Однако сделать это не удалось из-за препятствий со стороны сотрудников ЗАО. Кроме того, в здании частично отключено отопление. Несмотря на это, работа ни одного из 22 детских кружков не была остановлена. Конечно, родители недоумевают, почему здесь. Почему дети, которые привыкли ходить на занятия сюда, сейчас вынуждены на занятия ездить в развилку, например, в вокальный кружок, или фольклорный кружок в библиотеке занимается у нас. Некоторые кружки работают в школе. Это тоже, конечно, причиняет неудобства. Руководители студии дополнительного образования надеются на то, что здравый смысл все-таки восторжествует. Договор аренды будет продлен, а руководство ЗАО «Совхоз имени Ленина» соизволит исполнить определение суда. Люди творческие человеки, они политик. Поэтому для меня главное, конечно, творчество, культура. И жаль, что дети не могут начать и в полной мере заниматься тем, чем им нравится заниматься. Хочется наконец-таки увидеть, чтобы дети вышли на сцену, чтобы они получили заслуженные аплодисменты от зрителя, от родителей, от бабушек, от дедушек, потому что мы соскучились по мероприятиям. А сейчас нет для этого возможности? Ну, конечно, нет электричества. От этого же зависит и освещение на сцене, и звук, ну и противопожарная безопасность. Наш телеканал продолжит следить за развитием ситуации. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видно в Скадетской школе искусств прошел концерт театра студии детского балета «Арабеск» под названием «В кругу друзей». Праздничное мероприятие было посвящено юбилею хореографа коллектива Ирине Церингер. Подробнее в нашем сюжете. Бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рековой. Для педагога-хореографа Ирины Церингер уже стала доброй традицией отмечать день рождения на сцене вместе со своими учениками. И в этом году, несмотря на пандемию, праздничный концерт не отменили. Правда, проходил он без зрителей. Но юные артисты рады и такой возможности выступать. Дети с удовольствием принимают участие в этом концерте. У нас большое количество концертных номеров, около 30. Есть номера, которые дети сами поставили, как такой вот подарок к дню рождения. Концерт состоял из 27 номеров. В нем приняли участие воспитанники театра студии детского балета «Арабеск» в возрасте от 3 до 16 лет. На каждое мероприятие и на этот концерт конкретно мы готовим специальную программу. Практически ни на одном концерте у нас не повторяются концертные номера. Если это вот юбилейный концерт, значит и номера такие вот, например, первый номер с днем рождения, то есть по тематике. 12-летняя Злата Лаптева занимается балетом 8 лет. Признается, что танец для нее – это полное перевоплощение. Во время танца я начинаю мечтать становиться именно актером, а не, ну, перестаю быть собой, становлюсь актером. В программе концертов в кругу друзей много сольных выступлений. Для маленьких балерин это отличный шанс обратить на себя внимание и продемонстрировать свой талант. Я смотрела много балерин, которые танцуют. Они очень нежно все танцуют и выражают свои эмоции в танец. Мне это очень нравится, я решила выбрать балет. Благодаря занятиям балетом Полина Казиева уже определилась с будущей профессией. Галина Уланова, мы сходили к ней в дом на экскурсию, мне очень понравилось. Я тоже хочу стать балериной, я поступаю в балетную школу имени Эйфмана. Лев Корольков – единственный мальчик в театре-студии. Лев признается, что заниматься танцами было его желанием. Просто хотел на сцене, хотел танцевать. Поражает красота и разнообразие костюмов юных артистов. В основном сценическую одежду предоставляют школы искусств, но много шьют на заказ для себя и ученики. В школе очень много костюмов, иногда приходится подбирать из того, что это уже шито для театрального отделения. Но все, что касается… Ну вот школа пошила с пачки балетные. Это очень важно, когда все-таки это у нас классическое отделение, и все хотят быть в пачках танцевать. Стоит отметить, что занятия на хореографическом отделении Видновской ДШИ проходят по предпрофессиональной программе. По ней учатся в балетных школах. Дети занимаются классическим танцем, историко-бытовым и народно-сценическим. Проводятся уроки по ритмике и гимнастике. В старших классах воспитанники изучают историю хореографии. На следующей неделе у хореографического коллектива запланировано еще одно мероприятие. На сцене детской школы искусств артисты театра-студии «Арабеск» представят балет «Золушка». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!